Привет всем! Наконец-то я дошел до темы низкого давления масла в двигателях TSI 2.0 и TSI 1.8. Такая же проблема тоже наблюдается и на TFSI. Все эти двигатели семейства концерна VAG и ими оснащаются Audi, Volkswagen и Skoda Seat. Многим владельцам известна проблема красного масленка на этих машинах. Потом кто-то, понимающий в этом деле человек, посоветует замерить с давлением масла в двигателе. Меряем давление масла и когда давление чуть меньше стандартного 1,2 баров, многие бегут покупать балансирные вали, которые стоят очень дорого и ставят машину в сервисе для замены. Ну и ладно, если бюджет позволяет раскоцелиться, но иногда приходится взять взаим-кредит и потом оплачивать потихоньку с процентами. Но не стоит торопиться. Если давление масла в вашем двигателе не очень маленькое и оно варьируется в районе 0,9-1,1 баров, есть вариант того, стоящий ремонт переложить на несколько месяцев. Для этого вам понадобится заменить только масло-радиатор. Мне помогло и, наверное, многим тоже поможет. Стоит попробовать. Дело в том, что когда на холостом в вашем двигателе давление масло низкое, около 0,9 или 1,1 баров, и двигатель сильно перегревается на перевалах или в пробках, в этот момент вязкость перегретого масла сильно уменьшается. Горячее масло после 120 градусов превращается как вода и свободно протекает между изношенными деталями. В связи с этим двигатель не может держать нормальное давление и масленка начинает пипикать. Чтобы температура масла не превышала допустимые значения, ее нужно охлаждать. И для этого в двигателе устанавливают масло-радиатор или по-другому теплообменник. В теплообменнике есть две трубки, где проходит масло и антифриз. Когда температура масла в двигателе растет, антифриз должен остудить ее до допустимой температуры. Если масло-радиатор и канал антифриза забит и замусорено, тогда теплообменник не может выполнить свою функцию. Масло не охлаждается, сильно теряет вязкость, теряет давление в системе. И масленка начинает мигать. Думаю, суд всем понятно. И если давление масла в двигателе не сильно низкое, можете попробовать заменить теплообменник. С большой вероятностью это вам спасет от дорогостоящего ремонта на протяжении нескольких месяцев. Теперь, что делаем, если на холостом вашем двигателе давление масло слишком низкое? Около 0,5-0,8 бар. Тут, конечно, замена масляного радиотора не спасет, но все-таки рекомендую снять и проверить. Если плохо продувается, замените. Даже не пытайтесь промыть. Это у вас не получится. Потом переходим к поиску и устранению основных виновников. В большинстве случаев основным виновником низкого давления в двигателе ТСИА являются балансирные вали. Но все-таки рекомендуется проверить все узлы и детали, где давление может теряться. Первое, что мы делаем. Проверяем маслонасос. Не исключено, что главной причиной поломки является маслонасос. Проверить ее трудно. Поэтому берем у знакомого исправный маслонасос, снимаем потом, изучаем, нет ли стружки на дне. Потом устанавливаем маслонасос, и если давление в системе станет нормальным, значит поломка исчерпена, и дальше причину не нужно искать. Второе. Проверяем балансирные вали. Балансирные вали – самая распространенная причина низкого давления масла в этих двигателях. Из-за маслоголодания, низкое давление масла и плохого качества масла, они часто перегреваются, выходят из строя, и именно в этом узле начинает теряться давление. Эти вали в двигателе устанавливаются для уравновешенной фионе и вибрации. Бывали такие случаи, когда в двигателе давление масла было 0,5 бар, и заменили только балансирные вали, после этого давление масла сразу поднялся до 1,4 бар. Снять и заменить эти вали можно на всех машинах более или менее легко, но на Passat CC, чтобы их заменить, нужно двигатель снять. Хотя читал на форуме, что на Passat CC заменили балансиры без снятия двигателя. Балансиры из гнезд вынимаются очень трудно, поэтому лучше иметь специальные инструменты. Ну и лучше не связываться этим делом, если опыта нету, и доверитесь мастеру, а то угробите двигатель. Третье. Проверяем коренные кладыши. Если замена балансир валов не помогла, и давление все равно низкое, снимаем нижний поддон, потом верхний поддон. Для этого придется снять два болтика на заднем сальнике. Без снятия двигателя это у вас вряд ли получится. Изучаем коренные кладыши, коренные валы. Если видно, износ меняем кладыши. Если эта процедура не помогла, переходим на четвертую. Хотя эту проверку можно сделать и в раннем этапе. Четвертое. Проверяем распределительные вали и их шейки. Если вид вала и шейки неутешительны, меняем. Ну и конечно, внимание нужно обратить на опору. Если есть внутренние царапины, износ меняем сразу. Ну и подошли к концу нашего видео. Если у кого били или есть такая проблема, прошу описать в комментариях этого видео и поделиться с опытом. Это будет полезно для всех. Тут мы описали сами распространенные причины низкого давления масла в двигателе TCI. Но причиной могут и другие факторы, и обстоятельства. О многих, которых вы можете ознакомиться в моем другом видео. И ссылку оставлю ниже в описании тут. Спасибо всем за внимание. И прощу подписаться на канал. И ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok